В 2017 году вышла программная статья первого президента Республики Казахстана, Нуршултана Назарбаева, благодаря которой в стране начались масштабные преобразования в духовной сфере. Одна из целей программ была направлена на восстановление исторической памяти о значимых для Казахстана событиях, одним из которых являются репрессии 30-х годов. Акмолинский лагерь жен изменников родины, 26-я точка, Алжир. Все это – название страшного, крупнейшего советского женского лагеря, заключенными которого были женщины, названные женами изменников родины. Матери, супруги, дочери были насильно заключены в лагерь на срок от 5 до 8 лет. В основном это были жены известных государственных политических и общественных деятелей, имена которых широко известны на всем постсоветском пространстве. Это Даме Жюригенева, певица Лидия Русланова, женщины из семьи расстрелянного маршала Тухачевского, мать Майи Плесецкой и другие. Первая партия женщин с маленькими детьми прибыла в Акмолинск 6 января 1938 года. Их заставляли собирать камыш, рыть арыки, высаживать сады. Много было посажено малины, так и появилось прежнее название поселка Малиновка. Сейчас от этих садов и огородов ничего не осталось, а когда-то женщины берегли их ценой собственной жизни. Условия в лагере были ужасными. Вместо матрасов бросали на деревянный настил солому. Для отопления бараков женщины косили камыш, который в течение двух зим являлся основным видом топлива. Дневальные сутками подкладывали камыш в печь, но он давал так мало тепла, что температура в бараках не превышала 6-8 градусов. Попав в лагерь, человек лишался фамилии, национальности, чаще всего и гражданской профессии. Звание на всех одно – враг народа, изменник родины. Различали людей по личным лагерным номерам на спецнашивках, на спине, рукавах, коленях. Очень много интересных историй Алжира дошли до нас. Например, Курт – драгоценный камень. Одним зимним утром женщины-узницы несли с озера Жаланаш охапки камышей. Через некоторое время на берегу озера появились старики и дети, которые по команде старших начали бросать в этих женщин камни. Конвоиры начали громко смеяться, мол, видите, вас не только в Москве, вас и здесь, в ауле не любят. Оскорбленные женщины думали, ну что же вы, старики, чему своих детей учите? Но вот одна женщина споткнулась об эти камни, а когда упала рядом с ними, то почувствовала запах молока и сыра. Она взяла кусочек и положила в рот. Он показался ей очень вкусным. Она собрала эти камушки и принесла в барак. Там были и заключенные женщины-казашки. Они сказали, что это Курт, высушенный на солнце соленый творог. Так, бескорыстная забота казахского народа спасла от голода многих заключенных женщин. Помимо Курта, местные жители втайне от надзирателей оставляли для узниц под кустами кусочки вареного мяса, толокно, лепешки. Благодарность казахскому народу рассказывали женщины. Они пронесли ее через всю жизнь. Все лагеря плохие, но именно в казахстанских выживали многие, и в первую очередь благодаря казахам. Они на себе испытали голод, холод и лишения, признавались они. Акмолинский лагерь жен изменников Родины – огромная часть нашей истории, о которой мы ни в коем случае не должны забывать. В память об этой трагедии был построен музейный мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий «Алжир», который был открыт 31 мая 2007 года по инициативе первого президента Республики Казахстан Мурсултана Назарбаева в ауле Акмол Целиноградского района на месте прежней 26-й точки трудопоселения. Общая память о совместно прожитых временах – это то основание, на котором покоится межнациональное согласие. Субтитры создавал DimaTorzok